Здравствуйте! Я Лилия Тимива. Буду общаться с вами в культурном контексте. В этом выпуске смотрите. Театральная весна в областном статусе. Как проходил фестиваль? Году театра посвящается сразу несколько ярких событий в театрально-концертном центре. Теперь в формате трио. Солисты Свято-Данилова монастыря приехали в Щелковский районный культурный комплекс с концертной программой. Весна пришла не только календарная, но и театральная. Фестиваль, который уже 20 лет проходит в нашем городе, стал областным. А это значит, что внимание к театральной весне особое. На протяжении трех дней все участники не только показывали сценическое мастерство, играли в постановках, но и участвовали в профессиональных мастер-классах. 20-й раз на Щелковской земле, но впервые в статусе областного. Фестиваль-конкурс «Театральная весна-2019» по традиции открывается ярким представлением. «Эта страна не красна, она полна чудес. В моей волшебной жизни сказано все, что происходит в мире, достойно пера в самых калантливых и терактах. Артисты Щелковского драматического театра подготовили инсценировку, открытие. Таким образом дан старт почти трехдневному марафону. Состоять он будет из показов, мастер-классов, отрывков спектаклей, прозы, стихов и многого другого, что входит в актерский репертуар. Выход на сцену, волнение – все это снова и снова испытывают артисты. Не менее волнительно шла и подготовка к юбилейному фестивалю. Конечно же мы очень благодарны Министерству культуры Московской области за то, что они оценили наш вклад в развитие театрального искусства на территории Подмосковья и доверили проведение этого фестиваля. Безусловно, коллегам, которые уже не в первый раз являются членами жюри нашего фестиваля. И хотел бы сказать, что всех участников и всех гостей на протяжении этих дней ожидают сюрпризы, поэтому заранее рассказывать не будем. Приходите и все увидите сами. Супер, конечно! Раз, два, три! Прямо будем всех считать! Ура! Привет, цыплята! Не цыплята, а ребята! Даня, яблочко, получше тебя считать умеют! А ну-ка, проверьте меня! Сколько ног у цыпленка? Сколько! Две! Сколько ног у теленка? Сколько! Ребята! Четыре! А сколько будет ножек у двух сороконожек? Сколько, 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 сколько! Ой, что, шестьдесят! На сцену выходят артисты от семи и старших. Каждый занимается в театральной студии или коллективе своего города. Каждый хочет показать себя. Да и показывать есть кому. В этом году, как в собственной в предыдущей, за процессом наблюдает строгая жюри. Мы посмотрим весь срез того, что происходит у нас в области, в театральной среде. Какие спектакли вы ставите, с каким репертуаром работаете, как работают с вами руководители, каких актерских достижений вы достигаете в своей работе. Это очень интересно. Вынести вердикт и выявить лучших все же придется на закрытии, но это позже, пока он в процессе. Вот коллектив из Красногорска с хулиганским названием «Забияки». Он впервые участвует в конкурсе с постановкой по мотивам сказки «Волк и семеро козлят». Они и вправду весьма задиристые и задорные в хорошем смысле. Яркие образы, не менее эффектное исполнение. Каждый артист старается реалистично передать образ, хотя, несомненно, волнуется перед показом. Но вот сегодня какие эмоции вы получаете? Вначале, когда я стояла за кулисами и ждала своего выхода, мне очень было страшно, я очень сильно волновалась. А потом, когда уже подходила моя очередь, мне постепенно становилось все лучше и лучше, я себя чувствовала более увереннее. Я готовилась к выступлению первого номера, то я боялась. После первого номера я поняла, что это не страшно и перестала бояться. Я получила удовольствие от того, что выступил. Покорил и очень развеселил зрителей и жюри исполнитель роли «Волка» Егор Станин. Он настолько харизматично сыграл серого злодея, что не осталось сомнений. Артист достоин внимания. О своем персонаже сам Егор говорит так. Привет! Он смешной, глупый и злой. Закрытие фестиваля «Театральная весна» состоится через несколько дней. Именно тогда все участники узнают, кто же получит главные призы в номинациях. И, конечно, запомнят этот опыт надолго. Возможно, он им еще пригодится. Мы любим «Театральную весну». Потому что друг за друга мы всегда гороши. Потому что друг за друга мы всегда гороши. За кулисами кипит жизнь. Настоящая. Самые яркие эмоции испытывают перед выходом артисты. Переживают, хотят победить. Каждый выход на сцену в этом фестивале с многолетней историей особенно волнителен. «Театральная весна-2019» в Театрально-концертном центре завершается показом спектаклей и награждением победителей сразу в нескольких номинациях. В жюри профессионалы театрального и кино жанра. В зале зрителей соперники. Хотя здесь, кажется, дух соперничества весьма специфичен. Многое зависит в первую очередь от личности артиста и от режиссерской постановки. Такие конкурсы и позволяют сделать те самые правильные выводы, куда двигаться дальше. А сегодня мы, подводя итоги, безусловно, гордимся всеми теми постановками, которые мы посмотрели за эти три дня. А постановок действительно было немало. Разные драматические, комедийные, музыкальные. Все это творчество коллективов и их руководителей. Приезжали и участвовали в конкурсе коллективы из разных городов, области. География расширяется во многом благодаря тому, что теперь театральная весна приобрела статус подмосковного. Три номинации разных возрастных категориях. «Русский дух», «Эксперименты», «Драматический спектакль». Участники от семи и старше. В каждой номинации и каждой возрастной категории свои победители. Но в этом случае действительно главное участие. Наш коллектив «Кураж» постоянный участник фестиваля «Театральная весна». Но каждый раз, как сами артисты, так и режиссер Елена Смирнова заново переживают запредельные эмоции. Их постановка по стихотворениям русских классиков «Русь великая» вот-вот должна начаться. Перед каждым выступлением любой артист, естественно, волнуется, переживает. Потому что каждый выход на сцену – это большое счастье и радость. При всем, при том, что мы уже не первый год участвуем, мы постоянно учимся. Постоянно смотрим, какие другие актерские работы, режиссерские. Это очень интересно. Несомненно, все участники получили не только бесценный опыт, эмоции и к призы, но и очень важную для актеров информацию во время мастер-классов. Это в целом помогает в развитии как ремесла, так и духовного уровня. Ведь истинная цель театра – просвещать и духовно обогащать. Об этом важно и нужно говорить, особенно в такой знаменательный год театра. День культурного работника, день театра, выставки и другие события принес культкурьер. Сегодня они отдыхают. Сегодня они в зрительном зале и наслаждаются специально подготовленным для них концертом. День работника культуры в театрально-концертном центре «Щелковский театр» отметили весело и с размахом. День работника культуры ежегодно отмечается в России 25 марта. В театрально-концертном центре для всех, кто трудится в этой творческой сфере, устроили фееричный праздник. Сегодня день труженика, день человека, который работает всегда, все 24 часа в сутки. А самое главное, который дарит людям ощущение праздника, красоты, творчества, эстетики. Того, чего нам порой, может быть, не хватает. Настроение они действительно создавать умеют. Организуют праздники, важные мероприятия, фестивали. Работники культурной сферы, кажется, всегда сами настроены на творчество. Время так идет быстро, и кажется, что ничего нового придумать невозможно. И где-то иногда, видя в ваших глазах чуть-чуть грустинку, буквально через миг, через мгновение, вы выходите на эту сцену, вы выходите на подмостки и площадки нашего любимого Щелковского, теперь уже городского округа, и показываете свое мастерство. В этот день они в первую очередь принимали поздравления и подарки. Награждали тех, кто вносит активный вклад в развитие культуры в округе, сотрудников, руководителей учреждений культуры. Для них выступил симфонический оркестр, инструментальная капелла и финалистка шоу-голос Ангелина Сергеева. Гобелены живут в интерьерах, а в данном случае гостят здесь, в стенах Щелковского историко-крывеческого музея. Уникальная в своем роде выставка «Жизнь гобеленов» открылась в Щелковском историко-крывеческом музее. Высокое искусство как в средние века, так и в современности пользовалось популярностью и фактически являлось шедевром прикладного художественного исполнения. Шпалеры, как их собственно называли, ведь гобелен – это, кстати, фамилия. Жан Гобелен, который со своей семьей основал производство шпалер, был известен как хозяин красильной мастерской во Франции. Выполнялись гобелены из шерсти, шелка, иногда в них вводились золотые или серебряные нити. В настоящее время для изготовления ковров ручную используются самые разнообразные материалы. Отдается предпочтение нитям из синтетических и искусственных волокон. В меньшей степени применяются натуральные материалы. Техника ручного ткачества очень трудоемкая. Один мастер может выполнить в год около 1,5 квадратных метра в зависимости от плотности шпалеры. Поэтому эти изделия доступны только состоятельным заказчикам. И в настоящее время гобелен, шпалера, ручной работы продолжает оставаться дорогостоящим произведением искусства. На выставке «Жизнь гобеленов» представлены работы сразу четырех художников. Альбины Воронковой, Ирины Смагиной, Зинаиды Панаичевой и Сани Юрченко. И все они уникальны в исполнении и невероятны в понимании. За этим стоит огромный труд. Современные авторы приносят в старинную технику новые, созвучные своему времени идеи. В первых рядах на открытии присутствуют мастера высокого класса. Альбина Борисовна Воронкова – выпускница факультета прикладного искусства Московского текстильного института, художник-живописец, прикладник и дизайнер, автор монументальных работ в технике гобелена. Работы Воронковой отличаются насыщенностью, цветом, изысканностью рисунка, продуманностью колористической гаммы. Альбина Воронкова стала классиком жанра гобелена как в России, так и за рубежом. Ее произведения хранятся в музеях и частных коллекциях России, Украины, Грузии, США, Франции, Канады, Австрии, Мексики, Дании, Италии, Германии. Член Союза художников СССР и Московского Союза художников. Заслуженный художник России, почетный член Российской академии музыки и изобразительного искусства. А также член Международной культурной ассоциации Соджиони Диллетура Кастелло Ди Галеза, Италия. Альбина Борисовна очень ответственный человек. Она приехала несколько раз, посмотрела зал, все рассчитала, подсчитала, все размеры записала. И подобрала и авторов, и их работы для этого зала. Все мы одержимы гобеленом, все мы, что мы делаем, в душе у нас всегда гобелен. Поэтому, я думаю, выставка, которую вы здесь видите, получилась достойная, достойная. Рядом с Альбиной Воронковой Ирина Смагина – художник-создатель гобеленов техники ручного ткачества. На выставке она наглядно показала, как изготавливают гобелен. Ирина Борисовна, я считаю, и один из своих учителей, она великий художник, великий гобеленщик. И, может быть, я в профессии, потому что когда-то мне очень повезло начать работать с ней. Спасибо огромное. В 1999 году Ирина совместно с Зинаидой Пинаичевой организовала гобеленовские мастерские об арт, где бережно сохраняются и приумножаются традиции создания рукотворных гобеленов. Для работы Ирины характерны изысканность, филигранность и своеобразие замысла. Зинаида Пинаичева – художник по текстилю. В своих работах она стремится объединить техники классического кружевоплетения и ткачества. Всех женщин объединяет любовь к созданию гобеленов, творческие задумки, стремление работать и развиваться. Ну и, конечно, главной музой и двигателем процесса называют Альбину Воронкову. Я познакомилась с Альбиной. Одна из моих первых работ как мастера была как раз на ее заказе. Потом были правительственные заказы очень крупные. Мы ткали вместе по ее эскизу «Гобелен» в город Хошимин. Огромный стол, 12 квадратных метров занавес. Потом была работа в Женеву небезызвестная. То есть Горбачев с Рейганом на фоне нашего гобелена беседовали. Творчески оформить выставку помогли профессиональные музыканты. Артисты консерватории выступили перед гостями, украсив и наполнив особым смыслом жизнь гобеленов. Выставка пролдится до 28 апреля. Спешите видеть. Субтитры создавал DimaTorzok Весь мир театра фотограф в данном случае наблюдатель. Артисты играют, а она фиксирует момент. В театральном концертном центре Щелковский театр открылась выставка фотохудожника Яны Булаж. Название, как, впрочем, и сама автор, яркое, весьма замысловатое. Театрариум – гипотетическая форма жизни. Гипотеза в данном случае заключается в том, что мир театра, как собственный и обычный, полон разных эмоций, отношений, слов и дел. Все это попыталась отразить Яна. Очень талантливый фотохудожник Яна Булаж, которая уже представляла свои работы у нас в районе Борце культуры. История в лицах. И, конечно же, удалось мне тоже поработать вместе с ней. И я увидел, насколько она трепетно относится к своей профессии, к своему хобби. И делает это очень хорошо и с большим энтузиазмом. Здесь можно увидеть эмоции актера. Причем она это очень профессионально отразила. И я думаю, что и для актеров, для членов их семей, для любителей нашего театра. Мы предстали в новом качестве. Мы наполнили содержание нашего фойе именно этими фотографиями, придав ему смысл. Смысл того, что вы находитесь в театре. Вы вокруг театральных образов. Передать жизнь театра в фотоснимки, показать насыщенность актерских будней. То, что сама Яна хотела. Вот момент спектакля. Вот артисты готовятся к выходу. К слову, с ним мало Яна была же не только актеров театра, но и тех, кто работает в театрально-концертном центре. Здесь и всеми любимый оркестр, и яркие распевы, и декораторы, и в целом вся жизнь. Убери, кажется, один элемент, и картина уже не будет полной. Невероятной красоты оформления, руку к которому также приложила фотограф. Как говорится, талантливый человек, талантлив во всем. Работает она на энтузиазме, в первую очередь воплощая свои идеи и задумки. Это еще один шаг, еще один штрих творения художника, который в очередной раз подарила всем свое волшебное мастерство и, конечно, частичку души. Мне захотелось сделать проект, который будет интересен людям. Так как люди не могут попасть за кулисы в театральную жизнь, мне захотелось выразить, как актеры живут на сцене, за кулисами, даже в обычной жизни. Мне захотелось передать ту эмоцию, которая в них живет внутри, что они хотят до зрителей донести. Соответственно, я пыталась побывать на спектакле, погрузиться в эту атмосферу и передать через свой кадр зрителю. Теперь фойе можно считать по-настоящему театральным. С интересом будут зрители рассматривать театрариум и, возможно, размышлять и об этой гипотетической форме жизни. Также в этот день репертуар Щелковского театра пополнился премьерой спектакля «Иванов» по пьесе Антона Павловича Чехова. Надо отметить, что именно классические постановки сегодня особенно востребованы в театрах малых городов. Пьеса не оставляет равнодушными тех, кто ее читал и видел. «Иванов» – дворянин, университетский человек, ничем не замечательный. Натура легко возбуждающаяся, горячая, сильно склонная к увлечениям, честная и прямая, как большинство образованных дворян. Но едва дожил он до 30-35 лет, как начинает уж чувствовать утомление и скуку. Он ищет причин в ней и не находит, начинает искать внутри себя и находит одно только непреодоленное чувство вины. Такие люди, как Иванов, не решают вопросов, а падают под их тяжестью. Они теряются, разводят руками, нервничают, жалуются, делают глупости и, в конце концов, дав волю своим рыхлым распущенным нервам, теряют под ногами почву и поступают в разряд надломленных и непонятных. Так описывает своего героя сам Чехов. Не секрет для тех, кто знает произведение автора, что он точно выражал людей своей эпохи, отражал их характеры и судьбы. Сегодняшнему зрителю явно интересно будет посмотреть на это современным взглядом. Солисты хора Свято-Данилова монастыря приехали в Щелковский культурный комплекс с весьма разнообразной программой. Привычный формат не для них. Трио, в котором каждый звучит мощно, покорило зрителей. Солисты хора Свято-Данилова монастыря. Солисты хора Свято-Данилова монастыря. Гармоничное и чистое звучание, невероятная энергия музыки в исполнении солистов Свято-Данилова монастыря поистине создали благостное и радушное настроение у тех, кто пришел в Щелковский районный культурный комплекс. Александр Карагот, Юрий Барков и Денис Денисов соткали программу, в которой нашлось место не только традиционным песнопением и классическим ариям, но и вполне современным композициям. Солисты хора Свято-Данилова монастыря. Солисты хора Свято-Данилова монастыря. Солисты хора Свято-Данилова монастыря. Мы делаем как певцы, мы делаем как солисты, но солисты внутри хора. Нам хор аккомпанирует. А здесь мы больше как солисты выступаем и зрителю предлагаем открыть нас, как исполнителей, немножко с другой стороны. Мы начинали понемножку, но это были разовые концерты, которые пробовали точечно. Что-то получалось, что-то нет. Выступить в новом формате – трио. Решение, которое солисты приняли во многом для расширения не только репертуара, но и собственных возможностей. Каждый обладает профессиональным вокалом. Ни о какой фонограмме речь, естественно, не идет. Для солистов это, можно сказать, начало концертной деятельности в таком совершенно новом формате. Дальше – больше. В прошлом году, в прошлом сезоне, был концерт в Архангельске с оркестром. То есть мы пели оперной арии. В первом отделении у нас были романсы и акапельное хоровое творчество. А во втором отделении был с оркестром, с оркестром оперной арии. Неаполитанские песни, романсы. Так что в такую сторону мы движемся. То есть работать в режиме, в общем, с оркестром? Конечно, да, да. В общем, мы движемся во все стороны. Развиваем все стороны, расширяемся, наращиваем свой материк. И, в общем, планов громадью. Не для меня журчать ручьи, Секутя на злыми сруями, Обделась черными бровями она, Ой, растет не для меня. А мы, дева, с черными бровями, Она растет не для меня. Два часа живого исполнения – наслаждение для слуха и души. Неудивительно, ведь в монастырские хоры отбирают профессионалов высокого уровня. Ну а сами исполнители поделились своими эмоциями и тем, что они считают важным, донести до слушателей и зрителя. Для нас это очень важно, что люди уходят с наших концертов очень такими довольными, удовлетворенными. Для нас это главная такая награда. Спасибо! Спасибо! Александр Кованов, Денис Денисов и луля главного корпуса Юрия Баркова! Спасибо! На сегодня это все. И, как всегда, я желаю вам культурных выходных и будней. Денис Денисов и луля главного корпуса Юрия Баркова!